Большая разница Я ее смотрел до сих пор Очень люблю ведущих Сначала любил Хрюшу Потом была ознакомительная поездка в Израиль И я полюбил Степашку Потом короткий период увлечения дяди Володей Ну а теперь вам по всей видимости нравится Оксана Федорова Вы знаете, Александр, я вот мог простить все Я мог простить, что Филю перешили Что Степашке поменяли глаза местами Что внутри каркуши рука Но вот замужество Оксаны Федоровой Это удар по миллионам маленьких либидо В нашей стране И позвольте мне тогда продолжает Начатую вами тему Закончить словами Андрея Вознесенского Не дадим либидо в обиду Давайте посмотрим пародию На программу Спокойной ночи, малыши С Оксаной Федоровой Большая разница Здравствуйте, дети Здравствуй, Хрюша Здравствуй, Филя Здравствуйте, тетя Оксана Сегодня мы поговорим о профессиях Филя, вот какие профессии знаешь ты? Я знаю профессии сторож, ветеринар и повар корейского ресторана Молодец, Филя А какие профессии знаешь ты, Хрюша? А у меня все друзья работают в налоговой инспекции Да, ребята, все профессии важны, но не все прибыльны Тетя Оксана, а правда, что до того, как вы стали мисс вселенной, вы работали милиционером? Да, Филя, это правда Тетя Оксана, а расскажите какой-нибудь интересный случай Да что там рассказывать? Пес, дай папироску Спасибо, Кабан Ну что, поступил звоночек Бомбанули ларек Думали, что кто-то из залетных по беспределу пошел Ну, один стукачок тем уснул, что это Мохнатый Гражданин Мохно, 78-го года рождения Приехал в Москву на заработки, но не нашел работы и занялся разбоем Ну, мы, короче, залезли в буханку, поехали на место Я, Коровушкин и еще один молодой опер Лешкой звали Взяли Мохнатого теплого Составили протокол, а он в отказ Ну, терпела его, узнала Тут-то мы его и приняли Я его колола, колола, колола Он и раскололся Ух, жесть Мясо А еще мы на него два глухаря повесили Тетя Оксана, что такое глухарь? А об этом, дети, мы узнаем из мультика ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александр, что-то вы неважно сегодня выглядите. Возникает ощущение, что вы в детстве намочили манту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, Иван, еще пару таких выводов, и я подумаю, что вы педиатром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, Александр, вы недостаточно толерантны, чтобы общаться с педиатрами? Нет, я просто вышел уже из того возраста, когда общаются с педиатрами. А вообще, к чему вы клоните? Я клоню к тому, что прямо сейчас к нам в гости придет ведущая программы здоровья Елена Малышева. Давайте поприветствуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Александр. Не обязательно было целоваться с двумя, достаточно было меня. Лена, мы хотели бы прямо сейчас вам продемонстрировать то, собственно, ради чего мы вас и пригласили, а именно пародию на программу здоровья в большой разнице. Прямо сейчас. С вами программа здоровья. Доброе утро, друзья. Вы не представляете, какое это счастье. В свой выходной день встать в 5 утра, не выспаться, правильно позавтракать и приехать в пустом, ароматном метро в Останкино. Сегодня мы поговорим о проблемах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем лечить вирус Джексона Ходшильда, если такой вдруг изобретут? Техника на службе здоровью, без разрезов и скальпелей, уникальная видеокамера позволит увидеть все внутри, если влезет. Ходяем по-пирожковски. Диета от Натальи Пирожковой. СМЕХ Самое главное, что нашим удивительным докторам удалось создать замечательное лекарство от храпа. Перестан. Выпиваешь перед сном две таблетки и всего по одной каждые 10 минут в течение сна. Уже через три недели вы забудете о том, что такое храп, и ваши соседи смогут спокойно встать в 5 утра, правильно позавтракать и поехать на свою любимую работу. У нас в гостях Евгений Павлович Мухин, он прошел полный курс лечения от храпа. Евгений Павлович, скажите, ведь вы уже больше не храпите? Да, я уже не храплю. Благодаря таблеткам перестал, я вообще перестал. Судя по всему, здоровье прощается с Евгением Павловичем. А вон, дорогие друзья, я советую подумать, так ли уж страшен храп. У нас сегодня, как всегда, удивительный, замечательный доктор, автор потрясающего открытия. Он автор эликсира омоложения «Тряхнем стариной» Борис Богданович Мухинский. Он 30 лет работал над этим эликсиром. Скажите, Борис Богданович, вы довольны результатами экспериментов? Не совсем. Я имела в виду... Не перебивай старший. Простите. Дочка. Простите. Когда я неправильно подобрал дозировку, то убедился, что у метода есть свои минусы. Во-первых, зрение. Оно улучшилось и пришлось развести жену. Во-вторых, пенсию за меня получает мой сосед, Изя. А у него комиссия 10%. Ну, а в-третьих, могут же второй раз в армию забрать. Э-э, извините. Алло. Тоник, ты куда пропал? Мы сегодня у Лёхи будем. Возьми велик, что-нибудь замутим. Ну ладно, пока. Стой. Ты мне плеер когда вернёшь? Ну ладно. Извините. Внук звонил. Главная задача нашей программы, чтобы дети перестали бы бояться людей в белых халатах. И поэтому мы сегодня решили провести конкурс детского рисунка. Задание было дано очень простое. Нарисовать изжогу. И вы посмотрите, что получилось. Как поразительно похож нижний пищеводный спинктер. А это, это же гастроэзофагальный рефлюкс. Очень точно. Удивительно. А вот высвобождение гистамина из тучных клеток. Но самое поразительное рисунок сделал Витенька Малышев. И этот рисунок занял первое место. Иди сюда, Витенька. Посмотрите, как точно Витя нарисовал изжогу. Ну что ж, нам пора заканчивать. Потому что буквально через неделю мне придётся встать в 5 утра, в попыхах умыться, приехать на работу и увидеть ваши заспанные здоровые лица. Ой, блин. Я забыла сказать правильно позавтракать. А что ты мне не напомнил? Ползо. Лена, у меня вопрос. У меня как у человека, который любит и привык вести программу один. Вопрос. Можно ли по лицу человека определить какое-то тяжёлое заболевание? Ну, например, по Александру. Вот просто по лицу, глядя, вот как профессионал. Вы знаете, я отвечу на это вот что. Дело в том, что я очень сомневалась, что я смогу прийти на вашу программу. И пришла только потому, что мне позвонил Саша. И позвонил он в ту минуту, ну, может быть, не в самую минуту, но в то время, когда... Когда мне ставили диагноз. Когда у него родилась доченька Александра. И позвонил совсем другой Цикала. Абсолютно возвышенный. Который мне сказал что-то типа того, что я вас прошу прийти, хотя мне вообще сейчас не до этих разговоров. И не до этих программ. И не до вас. Потому что у меня родилась доченька. Я был на родах. И я так поражён. Я так потрясён. И у меня вообще сейчас другой настрой. Я хожу по улицам и сам не свой. Ваня... Я думаю, что вы пережили тоже в этом году. Александр продюсер нашей программы. И когда мы все задаём ему вопрос, где зарплата, он говорит, ребята, у меня родилась дочь. Оставьте в покое. Как я... На самом деле я хочу сказать, что я очень рада за Сашу. И рада тому, что у него родилась дочь. Вань. И я знаю, что у вас тоже родилась в этом году дочь. Да, но я никому не звонил в этот момент. На самом деле это вообще лучшее, что может, мне кажется, подарить любящая женщина мужчине, это, конечно, дочку. Может быть, вы мечтали о сыне. Я часы хотел, если честно. Ну, знаете, идя сегодня к вам, я решила сделать вам подарки. Связанные именно с тем, что у вас родились доченьки. Помните, в сказках, когда рождалась девочка, обязательно должна рядом находиться какая-нибудь добрая фея, которая ей будет помогать по жизни. Так вот, по фее каждому из вас. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, этих прекрасных фей. Боже мой. Это фея-музыкант для Александра Цикала. Фея-музыкант для Александра. Саш, если что не так, достаточно дунуть в дудочку, и все неприятности пройдут. Дуньте в дудочку. А это умная фея для... Это видно по позе. И по уродливому лицу. Для Ивана Урганта. Спасибо огромное, Лена. На самом деле, я их просто поверну. Да, ну, конечно, она очень умная. Вань, здесь колокольчик. Не то, что это идиотка-музыкантка. Потрясающе. Здесь колокольчик. И в него надо просто позвонить, если что не так. И на самом деле, искренне радуюсь за вас. Поздравляю вас с этим. И желаю только одного, чтобы у ваших девочек все в жизни было хорошо. Елена, мы... Я просто шокирован, потому что... Нам никогда не дарили подарков. Я-то знал, потому что я сдавал деньги на это. Поэтому я... Лена, спасибо вам огромное. Спасибо вам. И я хочу сказать, первый раз я с искренностью и абсолютно честно говорю, приходите к нам обязательно еще. Спасибо большое. Елена Малышева, Большой Радзица. Елена Малышева, программа «Здоровье». Большой Радзица. Александр, у меня для вас вопрос. В принципе, ответ на который я знаю. Вы когда-нибудь выпадали с восьмого этажа? Нет, Иван не выпадал. Тогда так. Вы когда-нибудь угоняли автомобиль в нетрезвом виде? Не было такого. А когда-нибудь вы в компании таких же, как и вы, головорезов грабили ночью ларек «Союз печать» выносили весь тираж журнала «Крестьянка»? Нет, Иван. Тогда, Александр, вам никогда не стать героем передачи «ЧП» на НТВ. Добрый вечер. В эфире программа «Чрезвычайное происшествие». И сразу экстренный выпуск. На этой неделе оперативникам Юго-Западного административного округа удалось сдержать крупнейшую партию наркотиков, рассказывает наш специальный корреспондент Петр Сидоров. Сегодня по адресу профсоюзная 42, корпус 3, был обнаружен цех по производству наркотиков. С помощью внедрения своего человека в банду оперативникам удалось выйти на след главаря наркоторговцев. Но задержать его было не так просто. У нас есть кадры оперативной съемки. Захват, захват. За проезд передаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот он. На остановке остановите, пожалуйста. Заход, заход. Захват. Захват. АПЛОДИСМЕНТЫ Он что, бегун что-то такой, а? Конечно, это красот. Слушай, хорош снимать уже. Но на следующий день оперативники снова вышли на след главаря. Захват, захват. 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 Ё-моё. Но в итоге поймать этого человека помог случай. Уже на выезде из Москвы сержант ГИБДД Петров остановил внешне ничем не примечательный запорожец. Водителя запорожца он заподозрил сразу, хотя ничего подозрительного при нём обнаружено не было. И тут сержанту Петрову приходит в голову мысль внимательно осмотреть машину. АПЛОДИСМЕНТЫ И она оказалась буквально напичкана наркотиками. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, не моё, мне подкинули. Как выяснилось, наркоторговцем оказался простой учитель средней школы города Кабула. Как внимательность и служебный долг помогли простому сержанту ДПС задержать самую крупную банду наркоторговцев за последние десятилетия. АПЛОДИСМЕНТЫ Большая разница Кстати, Александр, а вот меня посетила уникальная мысль. Да ну. Да. А вот что было бы, как бы мы выглядели с вами, если бы, например, я был бы блондином, а вы, ну скажем, армянином? А думаю, как-то вот так. Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков. Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. Привет. Присаживайтесь, прошу вас. Сергей, Гарик. Ребята, дорогие друзья, добрый вечер. Мы пригласили вас для того, чтобы сегодня в вашем присутствии посмотреть пародию на программу, которую вы ведёте, «Прожектор Пэрис Хилтон». Ну мы, к сожалению, не все приехали, только двое смогли приехать сегодня. Где остальные участники? Да, кстати. Ну, финансовый кризис. Работают за еду. На другой передаче. Нужно сказать, программа «Прожектор Пэрис Хилтон» была давно, как выяснилось. Только раньше она так не называлась, а люди просто собирались на кухне, раньше, в другое время, обсуждали новости, боялись эти новости обсуждать. Поэтому, собственно, пародия, которую подготовили наши актёры на программу «Прожектор Пэрис Хилтон», это пародия на программу «Прожектор Пэрис Хилтон», какой она могла бы быть в 80, например, первом году. Вот такая предыстория. Да. А сейчас смотрим пародию. Давайте. Давайте. Ведущий говорит, дети, в эфире передача «КГБГД» и «К». Ну чё, ребята, присылайте нам свои письма, рисунки, если ваши родители что-то друг другу рассказывают про Центральный комитет, Политбюро, про Советский строй. А вот тоже смешно. Друженик колхоза Путелича Воронежской области Иван Рыбкин намолотил в летнюю страду по 160... Да я вот. По 160 центнеров с гектар, за что был удостоен почётной грамоты и, внимание, памятного вымпела ударник коммунистического труда. Нормально. Он домой пришёл, взял грамоту свою, порезал, так пошинковал кубиками. Мелко, знаете, так. Сварил суп из неё. И вымпел маленький, детям к чаю дал пососать. Чё? На, возьми. К чаю. А вот ещё смешно смыть. Генеральный секретарь ЦК КПСС, представитель Верховного Совета СССР Леонидович Брежнев. Это молодец. Приехал на вручение очередного ордена. Ну, наверное, за то, что вовремя приехал на вручение предыдущего ордена. Давай. Ордена. Простите, Александр, а вы за Ильича не чёлкаете? О, боя. Кирово-Чепецкую область можно найти с помощью огромного лун величиной с... Давай, не отвлекайся. ...к разгрузке арбузов приступить. Э, Маня, давай, кончай. Иди, не мешай работать. Всё, сидите, языками треплите. Раньше вы с миром сидели. Сейчас четверо осталось. Да. Давай, не ори так громко. Соседка Игнатьев опять под ним в розетку подслушивает, а вы тут всё языками. Не-не-не-не-не-не. Я ничего не смысл. Моряки Тихоокеанского флота подарили московскому зоопарку детёныша краснозадной макакии. Работники зоопарка уже окрестили её Федей. Как увидишь Федю? Береги его. Он ведь нашим знаменем цвета одна. Заколебал. А, А и Б завербовает КГБ. А вот ещё смешно, ребят. К 2000 году у каждой советской семьи будет по собственной квартире. А в 2000 каком-нибудь году Олимпиада будет в Адлере. Не в Адлере, а рядом с Адлером. Зимняя. А, Алик. Сейчас поёт. Давай, как из-за того. Страшер Витни Хьюстон. Розетка Агилеры. Переходник Мадонны. И штекер Бритни Спирт. Подсвечник Пугачёвой. Лучина Понаровской. Огнива Дубовицкой. И плойка Азизы. Электровенник Фриски. Утюг Барбары Брыльский. Прикуриватель Ангелий. Костёр Заворотнюк. Мы выбрали название. Прожектор Бэрис Хилтон. Я этому прожектору бы лампочку вернул. Большая разница. То, что я сейчас увидел, это мы со стороны действительно так выглядим. Четыре, четыре идиота на кухне, да? Да, кстати, я давно хотел сделать вот так. Да, Александр, задайте нам ещё вопросы, мы пойдём с ребятами. А у меня нет вопросов, я знаю, что вопросы в зале, может быть, у кого-то есть. Да, друзья, тот самый случай, когда есть возможность у зрителей большой разницы задать вопрос ведущим программы «Прожектор Бэрис Хилтон». Александр Цикава. Сколько вам лет? Сколько вам лет? Этот вопрос, конечно... Суммарно 102, да. Но если убрать Сашу, то 26. Я думаю, это ещё получится. Достаточно молодым и троём. Вы знаете, где у нас прожектор в передаче или у нас в частности, у каждого? Потому что это большая разница. Я как врач просто очень точно представляю, где у меня прожектор. Надо с человеком просто в баню сходить и вопросы сами по себе отпадут, я думаю. Ну, давайте так называть. У кого прожектор, у кого и фонарь. У кого и маячок, который иногда работает, а иногда не работает. А у кого и дежурочка просто. Ну, манит, манит. У кого и сколько кораблей там. Затонуло. Затонуло. В этом фарватере. Друзья, у нас в гостях сегодня были Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян, прожектор Целев. Иван Ольгант и Саша Цикало. Ура, спасибо вам. Люди делятся в Москве на коренных москвичей. Есть еще гораздо хуже люди. Вот смотри. Москва, как алюминиевая лодка. Ха, она же не резиновая. Неправильно. Надо говорить. Осталось немножко. Не оставайтесь за бортом культурной жизни столицы и смотрите нашу программу. Большая разница. Скажите, Иван, а вы ведь не москвич? Александр, да, я не москвич, но ведь и вы не москвич. Да, а вы помните, как вы приехали в столицу? Знаете, Александр, конечно, помню, я помню, меня пугал этот шумный, странный, стремительный город. Я много ходил тогда. Ходил, кормил голубей на воробьевых горах, потом ел голубей на воробьевых горах, потом ел воробьев на воробьевых горах, потом в лосином острове ел лося, потом в сокольниках ловил соколов. Ну, в целом понятно, Иван, в целом понятно. У меня другая была история. Я в метель вышел из Киева и пошел по рельсам. А потом я уже не шел по рельсам, а я ехал на передней части тепловоза. А селяне и поселянки, видя это, кричали «Машинист, Женец!». Я понимаю, Александр, дело в том, что сейчас те люди, которые приезжают в Москву, им, конечно, гораздо проще, поскольку есть специальная телевизионная передача, посвященная, собственно говоря, инструкциям о том, как себя вести в столице нашей родни. Сегодня у нас в гостях ведущий программы «Москва. Инструкция по применению» Владимир Тишков. Веселый, упругой подводки Владимир Тишков. Владимир. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Для начала, безусловно, то, чем мы почием гостей в самом начале. Пародия. Пародия. Пародия на программу «Инструкция по применению». Пожалуйста. Здравствуйте, в эфире я, Владимир Тишков и «Москва. Инструкция по применению». Программа о том, как воспользоваться Москвой так, чтобы не воспользовались вами. И сейчас анонс московских событий от наших московских корреспондентов. Выставка скандально известного художника Тимура Водопьянова прошла в Выхинском, Химкинском и Измайловском РУВД города Москвы. Группа эмаготов северо-западного района Москвы приглашают постоять под стрелой, подразнить скинхеда, побегать от поезда метро. Показ модной одежды Надежды Бабкиной переносится в 1863 год в трактир на Мясницкой. Люди делятся в Москве на коренных москвичей и тех, кто прожил здесь меньше трех месяцев. А также на дежурных по рубрике и тех, кто все-таки поступил на журфак МГУ. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Да уж, девочка, сможешь. Вместо карты и мозгов из дома взяла только адрес тети Гали и ведро картошки. Извините, не подскажете, как на Красную площадь пройти? Нет, дорогая, так тебя никто не поймет. Надо тебе на курсы московского языка. Сейчас быстренький тест АПРОС. АПРОС. АЛО, ты где? Распала. Неправильно. Надо говорить, я в пробке. СМЕХ Старик. Я в пробке. Угу. Запоминаем исключение. Да ладно. СМЕХ Да ладно. Дежурная по рубрике «Ефросинья». Москва, как алюминиевая лодка. Ха, она же не резиновая. Не оставайтесь за бортом культурной жизни столицы, смотрите нашу программу. Молодой человек, извините, вы мне шесть лет назад взяли белую маечку прокипятить. Так она вам еще нужная. СМЕХ Большая разница. Владимир Тишков, «Большая разница». Вот вы, вы же москвич, да? Вы как раз, вам-то не нужна инструкция по применению в Москве. У вас замечательный бутовский загар, который мы все прекрасно узнаем. Скажите, ну а были ли такие ситуации, когда вам действительно требовалось инструкцию по применению в Москве? Какими-то вы конкретно пользовались инструкциями? На самом деле, я понял. Я все время пользуюсь этими инструкциями по одной простой причине, что я сам очень плохо соображаю, в принципе. Спасибо. Прекрасный ответ, друзья. У нас в гостях был Владимир Тишко. Владимир Тишко! Человек не боится пародии. Спасибо огромное, Владимир Тишко. Спасибо. Большая разница. Александр, давно хотел узнать, вы любите лошадей? Да, это такие благородные, красивые, умные животные. То есть, Александр, вам импонируют те, кто любит, как говорится, тупо поржать? Если вы настаиваете, то да. Тогда, Александр, для вас и для табуна ваших единомышленников прямо сейчас пародия на юмористические сериалы в «Большая разница». «Большая разница». Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение о пристановлении действий лицензии профессионального участника рынка «Цену бумаг» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Людмила, дай пульт. Вы смотрите передачу «200 самых богатых людей Америки». Последний тур Мадонны принёс ей 200 миллионов долларов. Женат, дай хлеба. Так нету хлебушка, Паш. Кончился? Бритни Спирс потратила 200 тысяч долларов, просто зайдя в кафе. Людмила, а кабачковая икра осталась? Осталась. Немножко. А мы же хотели на Новый год приберечь. Да икру я сказал! А мы же хотели на Новый год. Кто это там смеётся? Пав Дэди в своём интервью заявил, что он любит роскошную жизнь, крутые тачки, красивых тёлок и ненавидит таких никчёмных вездельников, как Павел Гнобышев из Красноуфимска. Не показалось? Ага. Смотрите на Первом канале. Ледниковый период. А на Горводоканале Красноуфимска смотрите Слесаря Гнобышева. Кино не для всех. Уберите от экранов детей и Павла Гнобышева. Сегодня мы расскажем о животном, которое живёт в средней полосе России и ничего не делает. Это Павел Гнобышев. Заболевание гнобышелизм произошло от фамилии первозаболевшего Павла Гнобышева. Людмила, включи радио. Американцы, они же тупые. Тупее американцев только Гнобышев, Павел из Красноуфимска. Ну что ты, Павел? Пашенька, ты у меня далеко ещё не самый никчёмный. Ну правда. Есть ещё гораздо хуже люди. Вот смотри. Экстренный выпуск новостей. По результатам опроса самым никчёмным человеком признан Кирилл Иванович Волкин из Великуральска. Вот. Ну что я тебе говорю. А гран-при получает Павел Гнобышев из Красноуфимска. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, Александр, насколько может быть обманчива внешность? Вот все зрители думают, вы такой мягкий, уютный, добрый, весёлый человек. И никто не знает, что на самом деле вы злобный, хитрый, беспощадный тиран-жлоб. А вы всё равно ничего не докажете. Ах, Александр, у меня есть свидетель. Я видел, как вчера вы пнули в голень оператора из-за чая. Толя, иди покажи гематому, иди сюда. Значит так, сейчас все зрители смотрят, как ведёт тебя в быту Евгений Гришковец, а ты стал за камеру быстро стукач. Большая разница! Скажите, все в 33-й? А что, не видно? Здесь очередь вообще-то. Все? Все! Знаете, вот как бывает, так вот сидишь в очереди уже третий час, и думаешь, ну всё, всё, вот уже сейчас, слава богу, думаешь, войдёшь. И думаешь, только бы чёрт не принёс какого-нибудь такого инвалида беременного с детьми. И так как-то стыдно за эти мысли становится. Думаешь, ну вот, ну зачем? И только вот подумаешь, вот тут же какой-нибудь такой тип появится, и думаешь, ну вот всё, сразу будет без очереди лезть. И есть, конечно, такие, которые сразу приходят, и они прям без очереди сразу, понятно, сейчас пройдут. А вот есть такие, которые совесть изображают и потом лезут. Вот эти вот хуже всего. И ты уже готов проситься без очереди. Ну, чувствуешь, как начинаешь краснеть. И глаза начинают бегать. И вроде не украл, не врёшь. А бегают ещё сильнее. И вот так вот смотришь, как они у него прям забегали туда-сюда, туда-сюда. И думаешь, ну всё, сейчас начнётся. Сейчас он прям встанет и полезет. И думаешь, ну всё, пускай только попробует. Пускай только заикнётся, что ему на секундочку. Я вот сейчас возьму, плюну на свою интеллигентность. Как встану, как долбану ему в ухо, чтобы аж прям вся перхоть обсыпалась. Извините, мне только подпись поставить. Мне на секундочку. Всем на секундочку. Вот так вот я прям сказал и думаю, вот внутри прям противно от того, что ты такой вот прям хам, неудачник получаешься. Что? Ничего! И думаешь, ну вот, хоть я уже плюнул на свою интеллигентность, а не доплюнул. Вот прям себе на береги попал, и оно вот и висит. А рядом женщина ещё сидит, смотрит на тебя и думает, ну вот, конечно же, мужик тоже мне какой-то, слезняк какой-то. Знаете, так бывает, думаешь, не осталось мужчин, одни слезняки кругом, а тут сидит вроде рядом такой тюфяк интеллигентный, и вдруг даёт от пол хаму, и так с достоинством, спокойно, и думаешь, может, судьба. И пугаешься, и сдерживаешь фантазию, а она уже заработала. И вот когда вы с ним уже третью дочь замуж выдаёте, вдруг замечаешь у него кольцо на пальце. Хотя он на твоих фантазиях и не подозревает, и тебе стыдно, неловко, и излишься на себя. Излишься на себя, чего полез, знал же, чем кончится. Но хуже всего, что вот этот тип, он же теперь героем себя чувствует. Тоже мне герой, квеохудерой. Надо же было так жутко ещё обделаться перед такой симпатичной дамой. Ещё к кольцу это дурацкое, подумает, что женат. Все ко мне? Конечно. Ну, знаете, как бывает, устанешь, как собака. И вот думаешь, навру им, что операция срочная, а сам пойду пивка выпью. Ну, а что, они же не смертельно больные все, тут он сидят, хоть на рекламу гематогена их рисует. И потом увидишь такого вот в углу с карандашом и блокнотом, и понимаешь, в душе, что не журналист, не контрольная закупка сидит, небось, подлецей, голых тёток со скоки рисует. Ну, вот кенок что-то. Человек с карандашом – это опасно. Не презираешь себя за эту глупость и думаешь, ну, на всякий случай, приму его без очереди, а остальным навру про операцию. Мужчина, как фамилия? Мужчина? Ой, Гришковец. Проходите. Он по записи. Сейчас, секундочку. Остальным навру про операцию. Извините. Бери машину, езжай на кладбище. А то у вас это колышется всё, я отвлекаюсь от сути дела. Что у нас с мясом Елены Петровны? Мясо Елены Петровны казалось ложным следом. На самом деле у неё есть сын. Мы с ней с детства дружим, вместе лягух надували, хотят, копили. Что вы такое говорите? Абсолютная ложь, наглая провокация. Удовлетворяйте. Смерть наступила в результате удара лопатой по голове. Лопатой. Это же хлопотно, а? Ну, мы с этим разберёмся. Большая разница. Вы знаете, в детстве, Александр, я зачитывался детективами про Шерлока Холмса. А я про миссис Марпл. Это лишний раз доказывает, что каждый похож на своего любимого литературного героя, Александр. На наших сегодняшних гостей невероятно похожи сотрудники Бабушкинского РУВД города Москвы. Встречайте, актёры, играющие в телевизионном сериале «Детективы». Игорь Лукин и Алексей Насонов. Игорь Лукин и Алексей Насонов. Да. Да. Не волнуйтесь. Сделаем. Даша, Лёш. Лёш, Лёш, бери машину, езжай на кладбище. Узнай, что там делает Лиза каждый день с трёх до пяти. Да. И заодно установи жучок в домике у сторожа. Мне кажется, он что-то знает. Даша, а ты бери фотографию Елены Петровны и езжай на рынок. Зачем? Узнай, у кого, сколько килограмм и какого мяса она покупала в прошлый вторник. Сделай, Игорь Владимирович. Ну, а я зайду на сайт больницы, навещу Семёнова. Он наверняка что-то знает. Лёш, что ты вчера узнал у сторожа? Вы не поверите, Игорь Валентинович. Оказывается, сторож работает в казино швейцарам. Когда я устанавливал в его сторожке жучок, я обнаружил у него малиновый китель. Молодец, Лёш. Даша, что у нас с мясом Елены Петровны? Мясо Елены Петровны казалось сложным следом. На самом деле у неё есть сын, который, кстати, частенько поигрывает в казино. Бриллиант Пэлла. В том казино, где работает сторож. Именно. Ладно, пойду налью кофе с корицей. Стоп. Корица. Всё сходится. Где та запонка, которая упала в мясо? Китель у сторожа. Срочно к нему. Ну что, уважаемый, вот вы и попались. Что вы такое говорите? Абсолютная ложь, наглая провокация. А запонка? Я не хотел. Он сам на меня побежал. Я изначально знал, что сторож и есть этот таинственный преследователь. Но как? Корица, рынок, мясо, запонка, китель. Ты такой умный, Игорь Валентинович. Нет. Это вы. Молодцы. Игорь Лукин, Алексей Насонов. Настоящие детективы «Большая разница». Какие самые неожиданные инструменты и орудия преступления запомнились вам за время съёмок? Микрофон. Направленный. Знаменитое убийство микрофоном, которое вы расследовали. С особым цинизмом и жестокостью. Вы помните, был такой сериал «Следствие ведут знатоки»? Да, конечно. Да, вот актёры, которые снимались, замечательные совершенно актёры, которые снимались в этом сериале, но у некоторых из них потом возникли определённые сложности, потому что им в других фильмах было трудно сниматься. Их воспринимали и называли по фамилии уже героев, которые были в сериале «Следствие ведут знатоки». У нас обратный процесс. Мы же с Игоремовым милиционером. Мы пришли в сериал из милиции. Вы действительно? Из бабушкинского РОВД, в частности, я. Серьёзно? Что, серьёзно, что ли? Да, мы майор милиции. Теперь всё это объясняют. То есть вам, соответственно, никакой сложности не представляет быть детективами. Вот это новость. 20 лет этим занимались. Александр, понимаете, вот смотрите, люди, Игорь и Алексей, играют в детективов и пришли из милиции. А вы... Мы с вами инженеры, а вот полезли на телевидение. Да, понимаете? Да. Вот удивительное дело. Вот так, друзья, такие удивительные встречи происходят на телевидении. Спасибо огромное. Мы очень рады, что вы к нам пришли и надеемся, что вам понравилась наша пародия. Спасибо, Игорь и Алексей. Спасибо, Алексей. Большая разница. Александр, у меня вопрос к вам. Давайте созваниваться перед тем, как выходить из дома, а то мы в одинаковом с вами как дураки. Ну и что, что мы как дураки в одинаковом? У нас будет возможность зрителям показать, какая большая разница между нами. Думаете, не видно? Извините. Александр, а как же мы это будем делать? А вот вы молоток когда-нибудь держали в руках, Иван? Александр, вчера. А что же вы им делали? Я прибивал к стене вашу фотографию, Александр. Какая проза! Как без крыла вы мыслите, Иван. Вот есть люди, которые берут в руки молоток и решают судьбы других людей. Вы имеете в виду тот случай, когда Витька Киянкович трудовика зашип? Я имею в виду программу «Федеральный судья», пародию на которую мы сейчас как раз и посмотрим. На скамье подсудимых Антон Павлович Коровкин. Он обвиняется в убийстве своего дедушки. Сам подсудимый полностью отрицает свою причастность к преступлению. Подсудимый, вам понятно, в чем вас обвиняют? Что тут непонятного? Будто бы я дедушку убил, а мы в то утро даже не ссорились. Ну, мы с этим разберемся. Слово предоставляется обвинению государственный обвинитель Игнатьев. Прошу. Дорогие молодожены! А вот. 24 сентября в своей квартире в своей квартире был убит... 24-го я не мог. Я был в Сызране. А 25-го? А 25-го мог. Удовлетворяйте. 25 сентября в своей квартире был убит старолысов Федор Степанович. Смерть наступила в результате удара лопатой по голове. Рядом был найден универсальный раскладной нож, который легко превращается в плоскогубцы. Но это еще не все. Обратите внимание. Все лезвия выполнены из мягкой легированной стали, что позволяет нарезать не только овощи, но и разделывать рыбу. И если вы позвоните мне прямо сейчас... Простите, а там есть... Так, у вас все? Да, ваше честь. Значит... Ваша честь. Да не убивал я дедушку. Люди добрые, вы-то куда смотрите? Вам лишь бы человека засудить. Молодость мою светлую очернить. Да что же вы за люди такие? Изверги. Слово защите. Адвокат Трещев, пожалуйста. Спасибо, Ваша честь. Мой подзащитный на самом деле не рыжий. Он красит волосы. Красит, значит, он не мог убить дедушку. Я попрошу Вашу честь вызвать свидетеля Ярышкина. Свидетель Ярышкина, пожалуйста. Свидетель, прошу вас, встаньте за кафедру, представьтесь и сообщите суду в каких вы отношениях с подсудимым. Дмитрий Дмитриевич Ярышкин. Я Антошку еще со школы знаю. Не мог он своего дедушку убить. Мы с ним с детства дружим, вместе лягух надували, котят топили, мы вместе голубей брили. Не мог он убить. Нет. Вообще, он культурный парень. Мы вместе пилу два восемь раз смотрели в сторожке у дядьки моего на кладбище. Не, он не мог убить. Нет. Тем более, лопаты. Это же хлопотно, а. Так, прекратите беспорядки немедленно, иначе вы будете оштрафованы на 150 рублей. Елена Сергеевна, зафиксируйте это, а то у вас это колышется все, я отвлекаюсь от сути дела. Спасибо. Тишина в зале суда. Тишина в зале суда. Ваша честь, к материалам дела приобщена видеокассета, которая полностью доказывает вину обвиняемого. Это, это случайно отснятый мультфильм. Елена Сергеевна, будьте любезны, помогите нам, пожалуйста, с кассетой. Ну, что я, давай, сейтого. Ну, что ж, давайте посмотрим мультфильм. сейтого мультфильм. мультфильм. Убей, дедушку, лопатый! Я прошу тишина в зале суда. Тишина в зале суда. мультфильм. Прошу всех садиться Итак, суд вынес вердикт Суд решил признать Коровкина Антона Павловича виновным Как виновным? Люди добрые, послушайте Послушайте, как бьется это сердце Как могло вот это доброе сердце погнать кровь в руку В руку, коей была лопата поднята на старца На старца сединами убеленного Себе и вам отвечу Нет, нет, не могло Ну вот, друзья Закончился наш суд То прав, то виноват Рассудит зритель Сегодня все мы адвокаты тут А совесть Лучший обвинитель Лучший обвинитель Большая разница Скажите, Иван, любите ли вы дарить подарки Так же, как люблю получать их я? Получается, что намекаете, что скоро Новый год И я вам должен какие-то подарки дарить? Нет, Иван, я ни на что не намекаю Я мечтаю хотя бы о том, чтобы вы отдали мне деньги Которые одолжили у меня в этом году Смотрите, оператора дракону носят Ну вот и подошел к концу год Крысы С наступающим вас Новым годом Увидимся в следующем году в эфире Первого канала в проекте Большая разница Оу, я!